День добрый. С вами Смирнова Ирина. Сегодня мы начинаем работу по аналитике нашего продвижения. Ориентироваться мы будем практически на один ресурс. Дополнительный ресурс, тот ресурс, который нам просто жизненно необходим. Мало того, что он дает информацию о нашем блоге, а самое главное, не просто о нашем блоге, а о приросте числа посетителей на нашем блоге. Так он еще и дает нам возможность анализировать блоги конкурентов или блоги своих товарищей, неважно, но сторонние блоги. Это ресурс под названием «Алекса». Вот мы находимся сейчас на его главной странице. Что это за ресурс такой? Ресурс этот имеет очень высокий рейтинг. по аналитике, но в то же время он как бы не является официальным. Однако же все, и в основном Google, на него очень серьезно ориентируются. Что это за ресурс такой? Это ресурс, который был создан для аналитики самого первого и самого большого сейчас в интернете магазина «Амазон». Сначала он конкретно проводил аналитику посещений в этом магазине, а потом вся эта информация перешла и стала доступна практически всем ресурсам в интернете. Чем он хорош, этот ресурс? Давайте вот посмотрим первое, что для нас самое главное и важное. Это первое и основное – это прирост трафика на нашем блоге. Для того, чтобы мы с вами могли все это внимательно рассмотреть, мы должны с вами в браузерах установить тулбары. Вот сейчас я покажу, как установить тулбар в браузере Firefox. И чуть позже покажу, как установить этот же тулбарчик, но только другого немножечко вида в Google Phone. Давайте посмотрим, каким образом мы будем следить за приростом нашего трафика. Вот если я сейчас покажу вам, например, вот наш хостинг Джина, то посмотрите, как будет работать вот этот вот тулбар. Здесь мы с вами можем увидеть рейтинг вот этого ресурса. Посмотрите, вот здесь флажок нарисован. Это рейтинг ресурса в России. А вот это вот рейтинг ресурса, общий рейтинг ресурса в мире. На что здесь нужно обратить внимание? То есть здесь важно занять первое место вот в этом рейтинге. Поэтому чем ниже будет вот эта величина, тем на более почетном месте находится ваш блок. Ну давайте посмотрим. Вот зайдем прямо с тулбара, мы можем проанализировать рейтинг хостинга Джина. Вот я просто кликаю здесь по этой цифре, и мы с вами попадаем на анализ этого хостинга. Первое. Нам здесь дается что? Нам дается, что здесь в данный момент, на сегодняшний день, в мире ранг 3998. Это хорошее место, будем говорить. Это значит, что если на первом месте в этом рейтинге стоит Google, то вот на отдаление от первого места, на порядок 3998, на практически 4000, ниже стоит хостинг Джина. В России хостинг Джина в рейтинге российском занимает 263 место. На первом месте стоит, естественно, Яндекс. Вот эта вот величина показывает нам, сколько ссылок сделано на этот ресурс. Видите, 9249 ссылок. Но мы в основном будем ориентироваться вот на этот график. Вот здесь показано. У нас, видите, падение рейтинга Джина за последние 3 месяца. То есть уменьшилось количество посетителей суммарное за 3 месяца на 4,48%. За 1 месяц уменьшилось на минус 25-17%. За 7 дней на 12-94%. А вот сегодня, вчера вернее, извините, вчера рейтинг поднялся. То есть количество посетителей стало больше на 10%. Вот этот процесс нам очень важен. Почему? Потому что мы будем с вами наблюдать, а что же у нас происходит с посетителями, с трафиком на нашем блоге. И наша задача, оптимальная задача, к чему мы будем с вами стремиться, чтобы вот эти вот все стрелочки были зелененькие. То есть чтобы шел постоянный прирост. Пусть это будет прирост в 2 человека в день. В 10 человек в день. То есть на 10 больше. Но нам важно, чтобы это был прирост. Чтобы вот эта вот линейка была у нас с вами зелененькая. Итак, вот если я сейчас покажу вам свой блог, то мы сразу с вами увидим, что вот видите, в России я стою на 4320 месте. Мировой рейтинг 47904. Вот последние две недели я старательно билась за свои позиции, потому что позиции были у меня 2000 с небольшим. Но когда начала работать с группой, то есть очень осталось мало времени, я перестала кросспостить свои публикации. Вот сразу учитесь на моих ошибках. И посмотрите, что произошло. Вот если я выйду сюда, то посмотрите, какая у меня линейка. Вот 3 месяца до этого у меня был прирост 32%. А сейчас видите спад. Спад за последние 7 дней, потому что всю последнюю неделю я очень много занималась, вернее не занималась блогом. И вот, пожалуйста, результат. А я всегда стараюсь, чтобы вот эта вот линейка была у меня зелененькой. Но я надеюсь, что мы все вместе сделаем линейки у себя обязательно зелененькими. Итак, что мы здесь еще можем? Какой плюс у нас замечательный с этого нашего, ну вот, тулбарчика, который мы будем устанавливать? Первое, что мы можем установить, это здесь сразу выход на Facebook. Это для нас очень важно. То есть я никуда уже не хожу, нигде не кликаю. Мне вот, я кликнула сюда. У меня здесь уже все залогинино. Вот посмотрите. И я сразу выхожу сюда. То есть вот сейчас... Окей. Надо мне, значит, здесь ввести так. Пропустить. Алекса тулбар не хочет. Не хочу, чтобы Алекса тулбар работала. Вот, посмотрите. Видите, новшества у нас здесь появились. У нас появились новые. Ммм, как хорошо-то. И вот здесь, оказывается, можно все еще и... Вот, вот снимаю фильм и выясняю новости. Так, вот это вот все кнопочки для шейра. То есть если мне надо где-то... Давайте посмотрим. Вот, пожалуйста. Если мне надо поделиться, вот, пожалуйста, у меня вышла уже панелька. Я могу просто здесь поделиться и все. Замечательно. Дальше. Что у нас еще здесь есть? Вход, пожалуйста, ко мне. Но это потом мы сами с вами изучим. Пожалуйста, вход в Twitter. Здесь тоже открывается у нас информация. Авторизировать, я так понимаю, здесь мне просто нужно будет после обновления. И все пойдет нормально. Но я на это время терять не буду. Посмотрите, вот еще замечательная вещь, которая мне очень нравится. Это вот я сразу здесь вижу свою почту. Видите? Мало того, что я могу сразу написать новое сообщение, но я могу еще и просто нажав на этот треугольничек, увидеть, какая почта ко мне пришла. Что сейчас вот у меня в данном случае здесь. То есть вот эти вот вещи очень удобно. Я вам показываю то, чем я, собственно говоря, пользуюсь. Вот еще одна очень хорошая кнопочка и очень важная. Это кнопочка, то, что происходило в течение, как шла работа в течение нескольких лет вот на этом ресурсе. Посмотрите, с 2004 года, я так понимаю, Джина у нас работала. И вот его основная работа вот сейчас, в 2013 году, что-то какой-то спад появился. Это мы будем подробнее потом с вами эти вещи изучать. В отдельной вкладочке все открывается, то есть нет никаких проблем. Итак, я вам даю вот эту ссылку, под видео у вас будет. Вот это ссылка установки тулбара Firefox. Вы зайдете по этой ссылке в Firefox. То есть вот именно в этом браузере. И увидите вот эту вот зеленую кнопочку. Просто нажимаете на нее. Будете следовать всем предложениям. И у вас установится вот такой вот тулбарчик. Теперь давайте перейдем в Google. В Google нам тоже нужно установить эту кнопку. Этот тулбарчик. Но здесь тулбарчик выглядит совсем иначе. Вот он, этот тулбарчик. Видите, он в виде вот такого рейтинга. Значит, я сейчас нажимаю на эту кнопочку. И посмотрите, у меня в выпадающем окне появляется вся информация. Вот сейчас она вся здесь появится. Рейтинг в Алекса рамки. Все тотальные ссылки. Все обратные ссылки. Пейдж рамк, пожалуйста, здесь. Все вот эти вот вещи, они здесь даны. Это тоже очень удобно у нас для того, чтобы можно было посмотреть не только ваш ресурс. Вот, например, давайте я открою вот эту вкладочку. И еще раз кликну здесь. И посмотрите, пожалуйста, я просматриваю всю информацию вот по этому ресурсу. То есть здесь все легко и просто. Как мы это устанавливаем? Устанавливаем мы тоже достаточно просто. Вы заходите в Google Chrome. У вас есть вот такая вот в конце вашей поисковой строки, адресной строки, извините, есть настройка управления Google Chrome. Кликаете сюда и выходите в инструменты. Вот они инструменты у нас, да? В инструментах вы находите расширение. Вот они расширения. У меня уже здесь установлены расширения, все те, которые мне нужны были. Мы сейчас устанавливаем с вами Alexa Toolbar. Значит, что я делаю? Я сейчас выхожу на веб-сайт. В веб-сайте я нахожу вот это расширение. Я это расширение, ссылку этого расширения дам, опять же, под видео. У вас здесь расписано, как все это устанавливается. Здесь практически делать абсолютно ничего лишнего не надо. Зайдете в это расширение. Вот она, зеленые кнопочки. У меня добавлено в Chrome. У вас будет добавить Chrome. Вы просто кликните сюда, добавить Chrome. и потом зайдете вот по этой дорожке, которую я вам сейчас показала. То есть, вот это окошечко, инструменты и расширение. И в расширениях, мы вот сейчас зашли с вами в магазин, а если мы сейчас зайдем еще раз в расширение, то в расширениях вам будет предложено здесь включить это приложение. И вы его просто включите. У вас появится вот так включено, и это расширение сразу же появится вот здесь у вас в конце этой строки. Я надеюсь, что все понятно. Значит, что я хотела бы от вас сегодня получить? Первое по домашнему заданию я хотела бы получить у вас установку тулбарчиков вот этих вот Alexerun. Обязательно в эти два браузера. Они нам оба, эти браузера, понадобятся, потому что кто-то работает в Google, кто-то работает в Firefox, но эта информация должна быть у вас всегда под рукой. Второе. Я хотела бы сегодня вот обязательно иметь информацию на той странице, которую мы сегодня с вами открыли. Хотела бы иметь информацию от каждого из вас о том, есть ли у вас аккаунты в четырех социальных сетях. Это Twitter, Facebook, ВКонтакте и Google+. Да, и еще YouTube. Пять. Значит, вы мне прямо в домашнем задании пишите в комментариях, что вы установили тулбар. У кого-то он уже установлен. Значит, пишите, что он установлен в браузерах тулбары. Много не пишите. Пишите, аккаунты есть в этой сети, в этой сети, в этой сети, в этой сети. В этой сети устанавливаю. Я хотя бы буду знать и видеть, нужно ли еще нам что-то как-то работать, где-то подключаться к каким-то аккаунтам. То есть вот это сейчас для меня очень важно. Завтра мы с вами, я выясню, сколько у нас проблем с аккаунтами. И завтра мы с вами посмотрим Яндекс.Метрику. Сегодня вот такое домашнее задание. И еще хотела бы один момент получить у вас такой. Вот рядом с вашими аккаунтами очень хорошо бы было, чтобы вы поставили адреса своих аккаунтов. Вот те самые ссылочки, которые просто возьмите вот отсюда. Когда откроете свой аккаунт, возьмите вот эту вот ссылочку. Это нам нужно для продвижения. То есть те люди, которые у нас не работали еще в нашей группе продвижения и не были на нашей страничке ТОП-10, значит, эти люди, мы все получим завтра задание пройти по этим ссылкам и подключиться ко всем аккаунтам нашей группы. Мы продвигаемся с вами коллективно. Задание понятно, я надеюсь. Я жду ваших ответов. Будем говорить так. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина. До завтра.